Такие вот новости мы получаем из соседнего государства, которое якобы и держит нейтралитет, но в то же время, как мы видим, превратилось в площадку для перебрасывания живой и не только живой силы оккупанта. Александр Мусиенко, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. С ним мы поговорим и на эту тему, и на многие другие актуальные. Здравствуйте, Александр. Рада вас приветствовать в нашем эфире. Ну, как вы прокомментируете последние новости из Беларуси и все эти кадыровцы? К чему готовится все-таки наш сосед? Ну, мы видим, что там на перманентной основе происходят маневры, военные учения белорусских войск. Сейчас, как известно, решение, которое было опубликовано 10 октября о том, что создается фактически единый центр, скажем так, командования российско-белорусским контингентом, войск, который располагается на территории Беларуси, продолжается переправка российских военнослужащих, в частности, из состава мобилизованных. Их должно быть где-то порядка 9 тысяч в течение месяца. Ну и потом, возможно, что этот контингент планирует нарастить до 20 тысяч, хотя там Лукашенко и, скажем, представители его власти заявляли о том, что потенциально может быть контингент и 70 тысяч. Но на самом деле пока что этого не видно. Но на что бы я обратил внимание, что характер маневров белорусских войск, он немножко поменялся. Потому что если ранее они располагались преимущественно как раз в большей части на белорусско-украинской границе, то сейчас можно наблюдать, что все чаще учения белорусских войск и уже, соответственно, и белорусско-российских происходят на полигонах в окрестностях Бреста. Это на границе с Польшей, как известно, но в принципе и на границе южнее и с Волыни, но все-таки ближе к Польше. Мы видим, что провокативное поведение, там залеты в воздушные пространства российской авиации, польское воздушное пространство участились. Учения, которые проходят на границе с Польшей время от времени, уже переместились и к границам Литвы. Это говорит о том, что Россия рассматривает Беларусь в целом как единый военный полигон. В первую очередь для того, чтобы поддерживать агрессивную войну против Украины. Ну, предоставляя аэродромы, военную инфраструктуру и так далее. Вторая цель, для которой России необходима Беларусь, это использовать, скажем, как такой, знаете, таран, как поле для конфронтации с Западом, для определенных провокаций, игрой мускулов и так далее. И в этом качестве они тоже используют Беларусь. Но при всем этом я прошу заметить, что самое важное, что они именно используют. Практически на сегодняшний день, как мы видим, Россия делает все для того, чтобы заменить состав, высший офицерский состав, группировки как раз объединенной российско-белорусских войск, потому что они считают белорусских офицеров менее благонадежными и готовыми исполнять какие-то преступные приказы. Поэтому туда заходят российские офицеры преимущественно. Поэтому они привлекаются к командованию определенными маневрами и действиями. И эта ситуация, я думаю, будет нарастать до тех пор, пока, возможно, действительно у белорусской армии это все, скажем, не понравится, не назреет то критическое количество честных офицеров, которые просто скажут, что хватит. Но в целом на сегодняшний день, если мы говорим о том, возможно ли какие-то наступательные действия со стороны Белоруссии против Украины в составе российско-белорусского военного контингента, на сегодняшний день сказать нельзя, потому что количества войск недостаточно и ударной группировки нет. Но если продолжится наращивание такого контингента, не исключено, что по состоянию на декабрь этого года, января 2023 года, ситуация поменяется и наращивание такого контингента, оно будет наблюдаться. Ну, кстати, вот этот перевод своих войск поближе к Польше, наверное, они, скорее всего, преследуют и еще одну цель. Таким образом пытаются обезопасить себя от Бавловны. От каких-то хлопков, правда? Да, да, да. От таких хлопков, которые мы вот недавно вчера наблюдали в Севастополе, которые мы обсуждали. Кстати, по поводу севастопольских хлопков у нас есть обновленная информация, и сейчас я ее попробую найти. Катя, если можешь, помоги мне, пожалуйста. Там кроме хлопков, да, еще и столбы черного дыма стояли, шины жгли. Ну, то есть, видать, политика камуфляжа, она довольно-таки близка. Расследователи, расследователи из Геоконфирмт проанализировали фото, видео, в частности, кадры из беспилотных надводных аппаратов, которые бродили в гавани и море возле Севастополя. И вот по их данным, по меньшей мере, по меньшей мере, три корабля Черноморского флота были поражены беспилотниками, в частности, флагман адмирал Макаров. Вопрос у нас, да, в связи с этим. Обсудить вот такой момент, который, наверное, может расставить много точек над «и» и прояснить, что же на самом деле произошло. Потому что в городе ввели запрет на публикацию видео с камер наблюдения, когда все слили кадры точного удара надводного беспилотника по пришвартованному кораблю. Скажите, пожалуйста, это же даже не намек. Это буквально как расписка и подпись в Содеянном. Ну, вы знаете, да, если так уже украинскую сторону, тут же не только Украину, тут и Британию обвинили. Аж вот сегодня даже вышло опровержение британцев о том, что они им это все, конечно же, отвергают. И, скажем так, это несостоятельные обвинения. И вы видите, как лихо закрутили сюжет, что уже, значит, определили, что такие же, что эти же группы военных британских. Я не удивлюсь, если завтра скажут, что и украинских, они причастны к якобы диверсиям на Северном потоке в Балтийском море, к тому, что происходило. Я не исключаю, что могут обвинять дальнейшему в том, что якобы украинские войска и британские хотели провести диверсию и подорвать Турецкий поток. То есть тут же, что же, все возможно, скажем. Но в целом, если уже такие идут обвинения, если вы уже так готовы утвердительно обвинить украинскую сторону и сказать, что это украинские войска нанесли удары по военным кораблям, то почему же вы скрываете данные? Почему вы там видео с камер не публикуете? Почему не даете никакой информации? Ну, то есть, а знаете почему? Потому что заплутались собственные лжи. Потому что, с одной стороны, сказать о том, что они пропускают атаки украинских войск, им для них невозможно, поскольку это имиджевые потери. А где же хваленая защита? Ну, как минимум, окей, ладно. Там надводные дроны и так далее. Это один момент. А воздушные цели? Они же тоже были. Что с ними? Почему они долетают? Почему нету эшелонированного ПВО, хваленого и так далее? А с другой стороны, понимаете, Кань, сейчас в России взят такой тренд на то, чтобы под какими-то предлогами обвинять во всем Украину, в их нем содеянном, и пытаться под этими предлогами потом совершать какие-то действия. Вот, например, обратите внимание, почему сейчас они начали информационно разгонять ситуацию вокруг Севастополя. Я объясню, почему. Дело в том, что в скором будущем должен появиться доклад правоохранительных органов Швеции, Дании и Германии, которые проводили расследование по взрывам на северных потоках. Я думаю, что там мы увидим и допускаем, что мы там увидим очень интересные факты как раз в причастности России и российских спецслужб к диверсиям на этих газопроводах. Они, таким образом, сейчас обвиняя британцев, там украинцев, пытаются отвести информационное внимание от этого. Как известно, Россия давно вынашивала планы под тем или иным предлогом выйти из так называемой зерновой сделки. То есть они увидели, что это начало работать, что Украина как нормальный цивилизованный партнер для мира выполняет свои обязательства. Корабли заходят, отгружается украинское зерно и поставляется в страны, которые в этом нуждаются. Они решили этому противодействовать. Плюс же Россия постоянно настаивала на том, что они хотят с оккупированных частей Украины вывозить зерно, что неприемлемо. Ну и вот они сейчас использовали предлог ситуации в Севастополе, сказать о том, что якобы вот, смотрите, мы выходим. А то, что, извините, эти же корабли обстреливали территорию Украины и в частности обстреливали ту же Одессу ракетами «Калибр», это ни о чем, наверное, для них не говорит. Поэтому очень много лжи, очень много неправды, очень много пропаганды вокруг и информационных бросов, которые используются исключительно для того, чтобы обвинять Украину, исключительно для того, чтобы саботировать процессы поставок энергоносителей в Европу, выполнять, кстати, свои обязательства, которые тот же «Газпром» отказывается выполнять по ряду стран, блокировать экспорт украинской электроэнергии в Европу. А я хочу напомнить, что после ударов по объектам инфраструктуры, энергетики украинской, мы, к сожалению, вынуждены были приостановить экспорт украинских энергоносителей в единую сеть, с которой мы объединены европейской. Сейчас они будут заявлять о приостановлении зерновой сделки и подвешивая вообще систему мировой и продовольственной безопасности и так далее. Но это все, вы знаете, это все от безысходства, это все от отчаяния, от того, что не могут достигнуть каких-то побед на поле боя. Поэтому даются вот таким практикам информационных бросов, специальных информационных операций, пропаганды, срыва поставок необходимого и продовольствия энергоносителей. Исключительно все из безысходства. И к этому еще и приплели очередную версию о грязной бомбе и тому подобное. Очень много, за последние несколько недель, очень много чего российская пропаганда на самом деле приплела, но они делают это настолько неумело, отовсюду торчат их неухи, и лучше им просто никто не верит. Это вы еще о боевых комарах забыли упомянуть. Не только о грязной бомбе. Вообще, действительно, конечно, вы правы, очень похоже это все на заявление от отчаяния, вот даже взять этот шантаж зерновым коридором. Неужели они надеются, что Эрдоган просто так пропустит вот эту пощечину такую, да, политическую? Вряд ли. Александр, ну, нельзя не отметить, украинский генштаб не берет, никак не комментирует все эти хлопки, да, которые происходят и в Крыму, и там, и в Белгородской области, например. Но мы же можем обсудить закономерность, что по мере поступления все новых и новых видов вооружения от наших партнеров, количество этих хлопков, в общем-то, увеличивается, да. Сейчас вот говорят, что на поле боя у нас появились уже американские дроны Switchblade 300. Действительно, уже они есть у нас на вооружении, и расскажите тогда поподробнее о них, насколько они нам могут быть полезны. Switchblade 300, да. Более того, мы ожидаем Switchblade 600. В чем отличие? Отличие в том, что Switchblade 300, он поражает легкобронированные цели и более цели с живой силой противника. Switchblade 600, он имеет большее количество взрывчатого вещества, соответственно, больше боезаряд, и, скажем так, радиус поражения, он предусмотрен более для уже бронированных целей, там, таких как танки, бронемашины, либо какие-то там позиции более укрепленные противника. То есть, в принципе, Switchblade 300 они использовались уже и раньше, они неплохо себя зарекомендовали. Это дрон Камикадзе, который летит на расстояние приблизительно 20 километров, способен поражать цели в этом радиусе, ну и, соответственно, в принципе, дистанционно поражать, да, противники, цели противника. Switchblade 600, его радиус поражения до 40 километров, он, в принципе, может разрушать танки, бронемашины. И это достаточно, скажем так, эффективное вооружение в каком плане? Дело в том, что вы получаете фактически барражирующий боеприпас, который дает возможность на уровне с какими-то артиллерийскими снарядами то же самое выполнять такие функции. Единственное, что для артиллерии вам необходимо, естественно, провести фактически развертывание сил, машин, там, гаубиц и так далее. А здесь вам достаточно просто двух людей, как правило, одного оператора, который это запускает, потом контролирует поражение и все. То есть в этом плане ими можно вооружать даже, скажем, не просто артиллерийские подразделения, а любые пехотные подразделения, десантников и так далее. И в этом, конечно же, они достаточно эффективны. Александр, еще вот такой вопрос. Возвращаясь к теме о том, что британцы, теперь британцы во всем виноваты, если раньше мы слышали, что в Российской Федерации главные враги были американцы, то теперь усилился нарратив Британии. После Крыма, естественно. Но в то же время им поступает больше видеоинформации о том, что украинские солдаты обучаются и достаточно успешно. И мы видим, что результаты на поле боя себя проявляют, показывают с лучшей стороны. А кто учит частично мобилизованных граждан Российской Федерации? Ну, учат все те же офицеры, все те же, кто выполнял эти функции раньше. Вообще, понимаете, ситуация с мобилизацией в России, она вот интересна в каком плане? Я уже на это обращал внимание. Понимаете, страна, которая собиралась там к масштабной войне с НАТО, да, вот они же постоянно об этом говорили, в угрозах и так далее. На самом деле Россия за свою историю практически ни одного раза не проводила масштабные учения с развертыванием мобилизационного резерва. У них этого не было. И вот те проблемы, которые вскрыла эта мобилизация, с того, что учета нету военно обязанных нормальных, с того, что хватали всех, кто попадался под руки в облавы, с того, что фактически не развернули вовремя необходимые научные центры, где должны проходить боевую подготовку и слаживание эти мобилизованные и много других, в принципе, моментов. Они говорят о том, что фактически Россия не готова к полномасштабной мобилизации. Фактически они это провели крайне халатно и неумело. И то, что Шойгу, министр обороны России, сказал о том, что 82 тысячи российских мобилизованных уже находятся в районе ведения боевых действий, это меньше практически, чем за месяц, ну там за месяц, скажем, от начала рассылки повесток, эти люди уже в районах ведения боевых действий, то этих 82 тысячи, я вот предположу, их не обучал никто. Вот вам ответ на вопрос. То есть им поставили галочку, что они прошли какое-то обучение, что они прошли какое-то слаживание и так далее, и их просто отправили. Ну и, Александр, здесь даже не нужно спрашивать, какая судьба их ждет, ответ очевиден. Спасибо вам за этот разговор. Мы уже ограничены во времени. Александр Мусиенко, военный эксперт, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.